Я в Москве хожу зимой, у меня такой тулуп, ну, дощик вот так. Слушай, очень круто. А он из чего? Он из меха с кожей. Серёжа просто приглянулась моя шуба, и мы решили махнуться. Да, я давно хотел. Раньше я всё время ждал чего-то. Такая большая проблема, лишь они всё время ждут чего-то. Я думал, вот когда я стану, когда у меня будет такое тело, как у негра-стриптизёра, я буду ходить в шубах. На голое тело. О, это так секси. Да, и с штанами из змеиной кожи. Слушай, это просто крутейший вариант. Ну, я всё жду-жду, а почему-то у меня... Тело не становится. Да, не появляется тело, я не понимаю, в чём дело, честно говоря. Мне кажется, главное верить, и всё будет. Да, да, я... Ну, поскольку... Позитивное мышление – ключ ко всему. Ещё важно не терять времени просто. Надо брать жизнь, стараться... Вот так, как этот микрофон. Да, да. Добрый день, я хочу вам представить сегодня Серёжу Поварницына, режиссёр-философ. Кого только не встретишь в нашей черногорской деревеньке. Мне повезло, я познакомилась с Серёжей в Которе. Хочу задать ему несколько вопросов относительно его творчества. Серёжа, расскажи, пожалуйста, про свои проекты. Прямо здесь, в Черногории, я начал новый большой цикл. Называется «Шуб». Школа юного буддиста. То есть через «Ю», не через «У». Да. Я подумала, что «Шуб» – это опять-таки как-то связано с шубой. Думаю, неужели это так волнует тебя? Всё связано. Шубные вопросы. Всё связано. Вот. Это будут такие зарисовки со мной в главной роли. Единственной, возможно. И кто оператор? И я же оператор. И я же режиссёр монтажа. Хотя, я думаю, что это только сейчас... Идея тоже твоя. Идея моя. И смотреть, кроме меня, тоже никто не будет, скорее всего. Но смысл в том, что... О, ничего себе, какие блинчики. Смысл в том, что я достаточно много мудрости накопил, и мне бы хотелось её делиться с людьми. И для этого, конечно, лучше всего подходят такие мощные средства выражения, как... Интернет. Вообще, видео. Да, видео, как сейчас главное. Главное. Всё. Также на весну 2013 года, после конца света, всё будут оттопыриваться. И я задумал интересный один фильм с этим. Какой? Я не скажу. Хорошо. А проект ШУП, всё-таки он о чём? Он... Ты просто говоришь, что начал его в Черногории. В общем, о том, как можно меньше обламываться, и как можно больше кайфовать. И все эти вещи, они на уровне концептуальном достаточно давно исследованы и всем известны. Все знают, что нужно быть здесь и сейчас, или нужно наполнить своё сердце состраданием, скажем. Как раз у меня первая серия, первый урок, так сказать, в школе юного буддиста, он о сострадании. Но... И после. И после, да. И этот момент, это... У меня Лазарь позвонил и спросил, не видел ли я его овец. И я понял. У меня никто раньше не спрашивал, не видел ли я его овец. И вдруг... И вот об этом. Вот об этом школа юного буддиста. О том, как казалось бы, какие-то мельчайшие события, которые вокруг нас. Да, ведь... Ну, типа мельчайшие события влияют на нашу жизнь. Да, да, да. И жизнь... Да, предсказать невозможно. Жизнь — это лучший учитель. Да. Не нужны никакие гуру, не нужны книги. Я не люблю книги, например, очень. Я всё время засыпаю. Вообще, да их не читаешь? Мне тяжело очень просто. Я... А как ты вот... Ты же писал диссертацию, да, на философском факультете. Да. Напомни, пожалуйста, тему. Концептуализация смерти в сознании общества, социально-философский анализ. А как ты писал, вот если ты не любишь читать книги? По идее, ты должен был перечитать кучу литературы на эту тему. Я научился притворяться. Я научился притворяться, как будто я много читал. И это достаточно вполне. А почему ты выбрал такую тему? Вот этот вопрос тебя волнует? Да. Дело в том, что, ты знаешь, всегда я не понимал, почему люди так болезненно относятся к смерти. Что за проблема они этого делают? Вот сейчас, например, умер Борис Стругацкий. И я прямо с людьми... Очень много на фейсбуке, например, об этом. Мы вторились прямо с ними, потому что я писал им, что за такой трагизм вдруг. Вот ушел человек, ушла эпоха, какая трагедия, как жаль. Но это же полная чушь все. Люди уходят, приходят. Он уже старенький был, ничего не писал давно уже. Никто не знал ничего о его личной жизни. Он никому не близкий человек. Ну что вот это вот скорбные щи устраивать по любому поводу? Поэтому, да, я в итоге решил этой темой заняться и посмотреть, как она развивалась, как отношение к смерти менялось на протяжении эпох. А к каким выводам ты пришел? То есть ты знакомы муки творчества или у тебя все так на мази? Да, да, я вообще всю жизнь мучаюсь. В основении? Очень сильно мучаюсь всю жизнь. Больше всего, конечно, с женщинами. Вот. А в чем мучение с женщиной? Вот ты такой симпатичный парень. Я смотрю, как девушки с соседних столиков бросают на тебя заинтересованные взгляды. Мне кажется, они вот сейчас даже телефон через официанта готовы передать. Ну, да, но все равно как-то это все мучительно. Так а в чем мука-то? Я не знаю. Ну, вам. Но если эта тема мучительная, давай оставим ее и перейдем к другой. Я не смотрю почти кино. Вот. Это вредно вообще. Потому что, ну, это же сбивает прицел. Но если говорить про какие-то глобальные тенденции, конечно, сейчас это, конечно, сериалы. Например? Это был такой интересный момент, его многие отмечают, что раньше лучшие люди Голливуда работали в кинематографе. Они, может быть, делали хороший сериал, а потом уходили в большое кино. А сейчас ситуация изменилась, и все стало наоборот. И сейчас уже, уже сделав хороший полуметражный фильм, люди начинают уходить в сериалы. А почему так? С чем это связано? Как ты считаешь? Чем вообще сериал лучше кино? Я думал об этом недавно, и вот как раз вчера переписывался с одной своей подругой. Она продюсер, живет в Лос-Анджелесе. И мы с ней пришли к такому выводу, что, наверное, дело в том, что мы очень одинокие все сейчас люди. И когда это сериал, когда эта история в формате 100 часов, а не двух, да? С другой стороны, в таком ритме жизни почти нет времени смотреть сериалы. Это как наши родные уже люди. Это уже, ну, это как наша семья, которой у нас уже нету, да? Ведь мы все живем, ну, в лучшем случае, в своем маленьком мерке, в котором есть еще пара человек, может быть, да? А этого мало, так и мы утратили это чувство общности, да, с другими людьми. И вот я думаю, что... Хочешь сказать, что сериал-то восполняют, да? Да, я думаю, да, потому что это уже родные нам люди, нам не приходится... Но это как постоянное отношение или трахаться все время с кем-то новым. Вот, и кино, это как все время трахаться с кем-то новым. Это может быть ярко, интересно, но в какой-то момент... Придается и хочется чего-то постоянного. Хочется чего-то постоянного, да. Вот. Было исследование... А у тебя в фильмах, извини, есть секс? Нет, и как и в жизни. Но я не хотел об этом говорить. Извини, я тебя перебила, просто не могла не задать этот вопрос. Он буквально повис... Я, кстати, возможно, сейчас вернусь в Москву, возможно, впервые попробую себя в качестве режиссера эротического фильма. Вот такой план, да. Скажи, пожалуйста, а можно сняться в твоем фильме? В этом эротическом? Боюсь, что нет. Я же в Москве буду снимать. Но дело только в этом? А, да, я, ну... Или ты работаешь только с профессиональными актерами, актрисами? Есть ли у меня шанс, к примеру? Ну, хорошо, не в этом, в следующем. Может быть, как-то встать в очередь. Что нужно сделать для этого? Слушай, тебе очень идет моя помада. Если бы ты видел сейчас в себя? Мы же теперь как отражение друг друга. Мог бы ты мне дать еще салфетку, или она мне и не нужна? Мне, в принципе, так нравится. Ты считаешь... Если ты считаешь, что так лучше, то, в принципе, ради большого кино я... Если не на все, то на многое согласно. В общем, вы понимаете, это как кастинг. Ой, здесь, кстати, вот пуговка есть, такая удобная. Скажи, а я его прошла? Первый тур. Первый, наверное, самый простой. Мне кажется, чем дальше, тем будет сложнее. Конечно, так всегда. Это один из законов драматургии. Это называется... Я могу немного поправить. Это называется возрастающими осложнениями. На пути к своей цели любой герой преодолевает препятствия. И эти препятствия с каждым разом становятся все серьезнее. Таким образом, должны все время повышаться ставки. Потому что не может быть так, чтобы герою сначала... Его жизнь что-то угрожала, а потом он боялся, что его машину эвакуируют. Например. Потому что тогда внимание зрителя будет потеряно. Человеку нужно все время тащить, тащить, тащить. Поэтому, да, думаю, что женщинам это нравится. Сережа, а зачем ты хочешь быть известным? Вот зачем тебе это нужно? Ты знаешь, у меня очень четко есть понимание этого. Мне это нужно, потому что тогда людям будет сложнее отмахнуться от того, что я пытаюсь сказать им. А что ты пытаешься им сказать? То, что я говорю людям, часто достаточно необычно. И вызывает у них страх, вызывает у них отторжение. А вот какой у тебя основной месседж твоих фильмов? Разный, разный. Ну, допустим, фильм «Анечка». Фильм «Анечка» — это такой, по сути, анекдот. Прикол. В общем, да, такая современная версия, фраза о том, что москвичей испортил квартирный вопрос. Но этот фильм, мне кажется, понимают только москвичи. Да, и то не все. И то не все, да, совершенно верно. Вот люди, допустим, не из Москвы, они просто не втыкают в шутки. Да. Вообще не понимают, о чем. Да, но это, ты знаешь, это такой, это путь художника, длиною в жизнь, научиться говорить то, что он хотел бы быть понятным всем. Меня больше всего интересуют коммерческие жанры, да. Я считаю боевики и комедии самым важным, что есть в кинематографе. Не какое-то вот это сложное все. Типа не для всех. Типа кино, да, черно-белое про одинокую пизду в провинции. А когда там бам или там ахахахаха. Вот это классно. А почему ты не снимаешь такое? Дело в том, что для того, чтобы снять боевик, нужно примерно 50 миллионов долларов. Вот. 50 миллионов долларов, это примерно в миллион раз больше, чем я трачу на свои фильмы сейчас. А какой вообще должен быть минимальный бюджет на съемку фильма? Никакой. Ну, в современном бюджете. Он может быть нулевой? Конечно, конечно. Он может строиться там на каких-то личных связях, да? Конечно, конечно. Там студия, там оператор, там актриса. Конечно, конечно. Массовую аудиторию. Да, массовую аудиторию. Ориентируйся на массовую аудиторию. Нет, я пока не умею, к сожалению. Пока я еще не, я еще не дозрел до этого. Я еще не дозрел до того, чтобы, ну, я научился быть понятным этим людям. Я бы хотел этого, но, но, но пока, и тут какая штука, понимаешь? Не то, чтобы нужно ориентироваться на какую-то аудиторию. Дело в том, что я же сам, я сам должен просто совершенствовать свою способность высказываться. Да, чем четче. То есть высказаться, то есть задача такая, высказаться так, так, чтобы, ну, чтобы поняли все. Да, да, чем яснее я говорю, тем, тем это будет понятнее людям. Как объяснить тогда популярность режиссеров, которые, допустим, в принципе, не понятны никому, типа Дэвида Линча, у которого настолько замороченные фильмы, вообще непонятно о чем это. Ну, он просто дико популярен, ну, во всяком случае, в свое время был. Ну, вообще есть, по большому счету, две традиции в кинематографе большие. И есть, скажем, американская традиция, основная, которая победила. Это традиция восприятия кино как стори-теллинг, как историй, как мифов и басен. Кино как вариант литературы. Но есть другая традиция. То есть это изложение там какого-то романа, да, в такой форме? Дело не в этом. Это просто, ну, скажем, это кино, устроенное как книга, да? Это кино, устроенное по законам драматургии. То есть это завязка там, повествование, кульминация. Да, и, ну, сами условия того, как все происходит. Но есть другое направление, это поэтическое кино. Кино как художественное, ну, вот, как художество, как картина, да, кино, в котором смысл не является главным. Ну, или если является главным, то он выражается не через действия, не через события, а выражается через странные образы, через метафоры. Ну, как поэзия действует, да. Хорошая поэзия, она ведь не просто не стихоплёство, а она, ну, так или иначе с помощью образов пытается... Ассоциации, да? Да, да. И Дэвид Линч в этом смысле, он, конечно, скорее художник, чем... А тебе больше близка какая традиция? Мне, мне ближе традиция американская, да, честно говоря, вот, такая классическая традиция золотого века Голливуда, что ли, да, вот, таких больших фильмов про людей, про какие-то понятные вещи. Хотя вот сейчас, например, в этом году появился фильм Лео Каракс, такого режиссёра прекрасного, Холли Моторс, это великое кино, и это вот, это как раз пример... Ну, это режиссёр-классик. Ну, он... Можно отнести его уже к классикам. Это, скажем так, не новый режиссёр. Классик классического кино, да, но как раз ему удалось то, что почти никому не удаётся, ему удалось в очень сложной метафорической форме, очень образной, очень странной и малопонятной, выразить очень важные и очень понятные вещи. То есть, и это вот, ну, это полный вышаг, да, когда ты можешь, когда ты можешь эти вот свои сложные кинематографические щи построить и говорить вроде бы какую-то непонятную билиберду, но при этом людям действительно становится всё это понятно, они считывают все твои подтексты. Это удивительно, потому что там вот одна из проблем русского кинематографа, это что люди подтекстов очень много закладывают, культурных там аллюзий туда-сюда. А их никому не видно. А это да, всём похуй вообще, никто этого не замечает, потому что, ну, кто же знает, как человек сам себе загадку прям придумал. А вот сделать так, чтобы это всё действительно считывалось, это великое мастерство. Когда человек, с одной стороны, и включается туда, он должен сам поработать для того, чтобы понять это, но при этом эта работа не какая-то запредельная, невозможная, это не садистическое, нарциссическое красование режиссёра, а это действительно разговор, в котором человек хочет быть понятым, просто он выбирает такую форму выражения себя. Это большое мастерство, конечно. А вот я спросила у тебя про тенденции современного кино. Вот скажи, пожалуйста, например, много режиссёров, которые до сих пор, в принципе, остались классиками и такими мэтрами там с большой буквы, ну, типа там, Альмадавар, Линч там и так далее, а сейчас как-то их всё меньше и меньше. Вот кого можно назвать таким режиссёром с большой буквы? Из современного кинематографа, из молодых, да. Неважно, наших или там, американских, европейских. А насколько они должны быть свеженькие? Ну, хотя бы последние десятилетия, скажем так. Почему-то мне кажется, что... Стив Маккуин, безусловно, блестящий режиссёр, фильмы «Голод и стыд» у него есть такие. Стив Маккуин очень, очень мощный режиссёр. Потом, ну, с натяжкой он, конечно, не совсем свежий, но пол Томас Андерсон, безусловно, величина. Человек, который знал фильм «Магнолия», и здесь, как это по-русски, кровь, нефть, нефть. Ну, так вот, есть всё-таки такая тенденция, что их становится всё меньше и меньше? Вот этих режиссёров с большим... Нет, конечно, нет. Конечно, такой тенденции нет. Есть великие режиссёры, новые появляющиеся, очень интересные. И просто есть... Или мы просто о них пока не знаем. Да, есть такая одержимость современного мира, новизной. Придумыванием новых жанров, с одной стороны. А с другой стороны, вечным гундежом по поводу того, что золотое время уже позади. А вот раньше было лучше, да? Да, в формате. А вот скажи, пожалуйста, ты сегодня уже улетаешь. Я, может сказать, поймала тебя буквально по дороге в аэропорт. Скажи, как у тебя вообще впечатление о Черногории? Насколько тебе здесь нравится? Как ты себя здесь ощущаешь? Насколько комфортно? Ну, мне очень нравится. Ну, вот ты живёшь в Рисене. Да, да. Рисен — это вот практически богом забытое место. Ну, по сравнению с Будвой или с Баром. Ну, тебе нравится, да, там? Да, у меня дом на горе с видом на морской залив. У меня рядом никого нету. Я вчера вот и позавчера тоже голым ходил, загорал там. Это очень приятно. И это очень здорово, когда есть возможность отдохнуть немножко от суеты. Это тяжело при этом, но это очень продуктивно. Так вот себя немножечко... Потому что вот это вот... Ну, Будва... Ну, это же всё... Хочется деятельности — пиздуйте обратно в Москву и занимайтесь деятельностью. А Черногория — это место для уединения? Ну, для другого, да. У всех мест есть задача. Да. А когда ты планируешь ещё вернуться? Есть ли это в планах? Весной, наверное. Я так или иначе езжу в Черногорию уже шесть лет. Просто сейчас я впервые приехал надолго. В это время приезжал на неделю. Не хочешь в следующий раз здесь снять свой следующий фильм? Посмотрим. Посмотрим. Это зависит же от фильма. Фильм диктует место, а не место диктует фильм. И здесь есть свои плюсы. Безусловно, здесь очень красивая природа. Есть свои минусы. Здесь нету инфраструктуры, фактически. И... Для тебя это самый большой минус? Для меня нет и моих продюсеров, да. Ну, это что. Спасибо, Серёж.